я на самом деле попробую в 45 минут уложиться мы не так давно сделали единый зонтик на всю группу вообще у нас четыре машиностроительных предприятий из которых но там часть работает как воронеж-серимаш уже больше ста лет часть новые заводы построены там в омакс интех это предприятие в минске-смоленске по производству сельскохозяйственных машин если в двух словах да что можно и встану мне будет так сильно проще если двух словах вообще про нас что мы себе представляем на самом деле коллектив более полутора тысяч человек мы пускаем около двух сотен видов морзовидности машин 4 машиностроительных предприятий это более 100 тысяч квадратных метров производственных площадей и да там среди возраста нашей команды это является на наш такой изюминкой это 38 лет отвечаю на вопрос как раз заданный моему коллеги володе на там а что же является компонентной базой проблемной для нас сегодня наверное зависимости от вида выпускаемой продукции вот этот показатель будет очень сильно валироваться потому что есть виды продукции как не за силос металлический где хранится зерно внутри которого девяносто девять процентов выпускаемых компонентов российского производства до исключения не знаю каких-нибудь там действительно датчиков термометрии которые в россии пока не выпускаются а есть например простой очень тракторный прицеп у которого на самом деле 630 предприятий поставщиков потому что в одной машине используется около двух тысяч компонентов для производства конкретно данного прицепа и 630 поставщиков нам поставляют разные изделия это 37 разных отраслей кто-то делал подшипники кто-то делает оси диски шасси металл пластик ну вот их огромное количество если кто-то из машиностроителей выходит и говорит о том что а мы сегодня абсолютно независимые мы на самом деле на сто процентов закрыты российским поставщиками ну я готов спорить на ящик коньяка что это неправда на планете не существует ни одной стороны которая бы производила для себя абсолютно все компоненты для производства собственного машиностроения ну вот так мы в двадцать первом веке живем в глобализации в глобальном мире поэтому обычно там несколько десятков стран участвуют в создании действительно качественно высококвалицированного продукта я приведу конкретный пример мы выпускаем зерновые машины внутри зерновых машин и нер не только мы используем подшипники так вот подшипников мы используем примерно 413 видов разных подшипников либо подшипниковых узлов из четырех ста тринадцати видов подшипников в россии производится один один единственная компания и пока который нам может поставить один подшипники то периодически мы его выводим из потребления заводим обратно когда не меняет качество и начинает соответствовать ожиданиям наших потребителей почему так ну на самом деле очень просто да там буквально 30 лет назад в советском союзе было 39 подшипниковых заводов которые умудрились за следующие 30 лет сократиться примерно в 20 раз собственно зато примерно за это же время с 95 по 2020 поставщики китайских подшипников увеличились в один раз на российском рынке собственно сейчас подшипников заводов россии осталось аж 7 штук и это наверное это там говорит о том какая же действительно какое ждите развитие в очень многих компонентных баз внутри страны если говорить о как бы что у нас дальше ждет вот я бы обратил внимание на кадры да потому что какие заводы мы не строили очень важный вопрос и он единственный а кто будет на этих заводах работать если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию да немножко цвета отражение такое не очень хорошего на эту елочку до слева мужчины справа женщины так вот есть посмотреть у нас сегодня в возрастом работающих мужчин в возрасте от 20 до 40 лет на сегодняшний день это 29 миллионов человек при общей статистике что в стране работает не работает а живет 145 миллионов это означает что нагрузка на одного среднестатистического мужчину в его расцвете сил 5 душ до которые должны тянуть а если посмотрю там вот две градации 1 простите попробую так вот эта градация сегодняшние 30-40 и градация завтрашняя 20-30 мы попадаем как раз на провал демографии в 90-е годы и чего мы ждем следующие 5-10 лет на самом деле вот этот провал тех кому сейчас 20-30 буквально через пять-десять лет они придут и они будут основным тяглом до тех кто это у количества людей мужчин которые будут придут в позиции руководители или линейных исполнителей вот их сейчас в два с половиной раза меньше чем сегодняшнего количества мужчин в 30-40 я покажу что с ними происходит в плане образования это еще страшнее собственно сегодня учатся в лучших учебных заведениях миллион триста студентов из этого миллиона 300 студентов выпускается по статистике двадцать третьего года восемьсот тысяч те кто просто не доу и понимать не доучиваются примерно 30 процентов людей которые поступили если посмотреть внутри этого один на три десятых миллиона учится на инженерных специальностях поступает 400 тысяч учащихся а заканчивают чуть больше двухста тысяч мы говорим о том что раз в год у нас есть потенциально плюс двести тысяч новых выпускников инженерных специализаций если дальше посчитать по статистике на общее количество работающих в принципе на предприятиях то мы получаем очень грустную картинку сегодня у нас получается примерно 33 инженерно-технического работника на десять тысяч сотрудников работающих на промышленных предприятиях советском союзе статистика было 162 инженерных руководителя на 10 тысяч в германии сегодня почти двести наверное как бы возникает там сразу абсолютно понятный логичный вывод какой у нас может быть выпуск или какие могут быть сильные изменения внутри промышленности какой может быть промышленный рост если в реалии количество управленцев с инженерным образованием но она безумно мало дальше мы говорим на почему так так происходит все очень просто я ускоряю салла это буквально два слайда да я сделал такой пример если помните буквально 20 лет назад в армии но было не то что не престижно а страшно служить это было дико неинтересно не перспективно наверно туда шли и только те кто не мог никуда дата лишь пойти собственно буквально за 20 лет лично для меня супер интересный классный кейс как подняли авторитет армии какое сейчас восприятие в принципе всех любых служащих вот да там задача наша поменять отношения получение молодежи инженерного образования и работы на предприятиях в лучшую сторону чтобы люди действительно молодежь хотели идти хотели чего-то добиваться я молчу про то где мы застряли с точки зрения индустрии да потому что в реале и российское производство примерно индустрия 3.0 несмотря на то что большая часть планета да там и западных стран сейчас минимум сидят в 4.0 инновационные уходит на 5.0 мы примерно на один век отстаем собственно про меры поддержки да вот я задачу или там уточнил буквально две-три которые действительно работают фонд развития промышленности это модернизация станочного парка да под очень хорошую ставку действительно хорошие годы прям супер классный инструмент промышленная ипотека действительно работающий инструмент для обновления основных средств строительства капексов и конечно же программа 14 32 823 это стимулирование наших потребителей чтобы они приходили покупали российского производителя с специальными по специальным ценам специальными скидками можно чуть пропущу чтобы ускориться главный вопрос да как бы сейчас бюджет сокращается денег на всех не хватает и дальше будет только меньше возникает один вопрос а что сделать для того чтобы промышленность развивалась и на что сфокусироваться я так попробовал на картинках объясните да там что на всех на всех сестер по сергам по серьгам не достанется нужно будет все равно фокусироваться на ком-то в кого мы верим кто может дать это счастливое будущее мы выбрали несколько критериев по которым достаточно прозрачный понятно можно градировать промышленность на перспективную не перспективно интерес не интересно понятно что есть критерии глубина переделов где минимум добавочной стоимости мы говорим про всех сырьевиков или большая глубина да там не знаю там фотография кремниевой платы критерии сети коопераций это то что происходит то что говорил на предыдущих слайдах что у нас происходит нас отверточная сборка из полностью импортных компонентов или у нас действительно там дружеская сеть внутри страны когда несколько сотен предприятий работают на нас развиваются вместе с нами когда мы растем растут и предприятия наши поставщики производители компонентов внутри российской федерации критерии модернизации основных фондов да это старое совковое предприятие которые просто убиваются и мы уже понимаем что невозможно будет там через 35 10 лет перезапустить завод с нуля или это новые построенные линии новые производственные комплексы и такой очень простой да там критерий вес фото выручки мы об этом просто спорили буквально несколько недель назад в тпп а как же понятие предприятие действительно дает добавленную стоимость стране или не дает и нам приводили в пример очень классных ребят производители удобрений у которых фото внутри создаваемой продукции занимает 23 процента ну как бы я хлопаю ударю ладошами радуюсь за них но на не точно не является этом классным примером и будущем в стране если добавленная стоимость уходит в дивиденды они в развитие команды и будущее предприятие наверное вкратце это все спасибо за внимание есть вопросы у меня есть вопрос а вот сейчас вот если вас сейчас просить что вам нужно для дальнейшего развития слушай ну во первых я соглашусь володе о том что на любом рынке в первую очередь у тебя должен быть потребитель вот я считаю что у нас страна огромная сельскохозяйство бесконечная она может развиваться дальше и нужно ни коем случае не останавливаться развивать их будет развитие у наших потребителей у нас будет счастье а дальше вопрос 2 нера более важный а как сделать так чтобы мы не отставали от наших ну партнеров или теперь бывших партнеров да там на западе или в азии и вот здесь должны быть меры поддержки которые позволяют нам не отставать от них потому что ну там глядя на тоже наш любимый китай там все понятно промышленные парки с нулевой ставкой и например налога на прибыль кредиты которые даются на основные средства на 10-15-20 лет под ставку 2-3 процента годовых субсидия на экспорт который может достигать 20-30 процентов я обожаю турок который приходит к нам на рынок и с нами очень успешно конкурирует потому что за продажу в российскую федерацию идет 3 мая государственная программа дотаций ну потому что у них инфляция 100-150 процентов год и для них дико выгодно продажа на российскую там на российский рынок своей продукции и мы будем оставаться как производители всегда в в неких скажем с каких-то ограничениях если у нас не будут работать аналогичные инструменты мы либо должны закрываться как закрывали советском союзе железным занавесом либо делать транспарентные условия для производителей как своих на те же программы которые работают в на тех рынках которые являются сейчас поставщиками российской федерации